Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях замглавного врача по поликлинической части детской городской больницы Ольга Александровна Лобачева. И тема нашего разговора сегодня пойдет о мероприятиях по снижению младенческой смертности в городе Новошахтинске. Здравствуйте! Здравствуйте! Ольга Александровна, скажите, пожалуйста, насколько эта тема актуальна в Новошахтинске? Ну, в последнее время у нас участились случаи гибели детей в возрасте до одного года не от болезни, а от внешнего воздействия. Они составляют 30-35% от всех причин детской смертности. Врачи очень встревожены данной ситуацией, проводят беседы с родителями, призывают их быть осторожными очень в быту. Чаще других случается внезапная смерть. Это смерть в кроватке у детей в возрасте 2-4 месяца. Наиболее распространенная причина этой смерти – удушение ребенка при нахождении в одной постели с матерью. Происходит это потому, что у младенца по случайности оказываются закрытыми мягким предметом – одеялом, пеленкой, подушкой, нос и рот. В первые месяцы жизни у ребенка еще нет сил повернуть головку в сторону, чтобы дышать. В результате перекрытие дыхательных путей и прекращение подачи кислорода повышается уровень углекислого газа и наступает асфиксия – удушение ребенка. Но, возможно, и вторая причина – это смерть в результате аспирации, то есть попадания в дыхательные пути инородного тела, молока, молочной смеси, кусочков пищи. Это происходит при неправильном положении во время кормления ребенка и от обильного срыгивания. Когда голова ребенка запрокидута назад, затрудняется процесс глотания. А если носовые проходы во время кормления перекрываются молочной железой, которой кормит мать, ребенок пытается вдохнуть ртом и молоко попадает в дыхательные пути. Поэтому мы разработали ряд рекомендаций для молодых мам с целью обеспечения малышу безопасной среды и исключения факторов риска. Первое, что в рекомендациях я хочу обратить внимание – это удерживать малыша у груди не более 20 минут. Не закрывать грудью носовые проходы во время кормления ребенка. Поддержать ребенка после кормления столбиком, придать ему вертикальное положение в течение 2-3 минут, что будет способствовать отхождению воздуха, попавшего при кормлении в желудок. Ребенка первых месяцев жизни необходимо укладывать на бок, чтобы в случае срыгивания желудочное содержимое не попадало в дыхательные пути. При кормлении из бутылочки следует следить за тем, чтобы горлышко бутылочки и соска постоянно были заполнены смесью и не содержали воздуха. Не перекармливать малыша, не укладывать его на живот для сна, пока он сам не начнет активно переворачиваться. Не укладывать ребенка в постель вместе с собой. Немало важно избавиться от никотиновой зависимости, пассивного дыхания, табачного дыма, который приводит тоже к внезапной смерти ребенка во сне. Все эти правила очень просты. Если их соблюдать, то вы обеспечите безопасность своему ребенку. При возникновении критических ситуаций, угрожающих жизни, немедленно надо обращаться за медицинской помощью и не предпринимать никаких мер. Самостоятельно. Скажите, пожалуйста, от чего происходит в данной ситуации? От неопытности мам? С одной стороны, и от неопытности бывают очень молодые мамы, а с другой стороны, от халатности наших молодых родителей, которые не соблюдают элементарные правила гигиены, укладывают ребенка с собой в постель, затем оставляют бутылочку с питательной смесью и не кормят на руках ребенка. Это все способствует вот таким случаям внезапной смерти. Скажите, а когда малыш появляется на свет, с мамами как-то проходит инструктаж? С мамами проходит инструктаж до того, как он появляется на свет. В женской консультации наши доктора проводят обязательно школу матерей, которые рассказывают о том, как нужно принять новорожденного ребенка, как ухаживать за ним. Это все проводится в условиях женской консультации нашими врачами-педиатрами. Центральная городская больница. Однако случаи все равно есть. Случаи есть, потому что мамы не всегда обращают внимание на наши рекомендации. Скажите, а сколько именно в Новошахтинске за последние данные у вас погибли детки? В прошлом году у нас погибло два человека от асфиксии. Это удушья? Удушья, да. Это были асоциальные семьи? Нет, нет. Одна была асоциальная семья, а другая вполне нормальная. Просто малообеспеченные семьи. Это не асоциальная, это малообеспеченность. Может быть, больше следует уделить внимание профилактике? Или лишний раз собирать мамочек и проводить какую-то школу элементарную? Профилактика у нас проводится, начиная с момента выписки, до рождения ребенка и с момента выписки из родильного дома, когда ребенка посещают в первые два дня после выписки из родильного дома, посещает врач, затем медсестра, в течение первого месяца до трех раз посещает врач, это семью нормальную, не асоциальную. Если асоциальную, у нас посещение гораздо чаще, раз в неделю обязательно. И средние медработники, и врачи постоянно проводят профилактику, как на дому проводят беседы, показывают, как надо держать ребенка, как кормить. Как на дому, так и в поликлинике проводятся эти беседы с родителями. Что бы вы хотели пожелать молодым мамочкам и не очень молодым? Они были очень внимательны к своим детям. И при любом случае, если они видят, что с ребенком что-то не так, они обращались только за медицинской помощью, а не к своим родственникам, бабушкам, дедушкам и так далее. Спасибо большое. У нас в гостях была Ольга Александровна Лобачева, зав. главного врача по поликлинической части детской центральной больницы.